Отстояв право на Экспо в 2017 году, Астана полным ходом готовится к выставке. Организаторы, правительства, учёные, эксперты из более ста стран мира представят своё видение энергии будущего. Самые важные новости в преддверии мегасобытия – Астана Экспо-2017. Международная специализированная выставка Астана Экспо-2017 ставит перед собой исследования нескольких направлений. Как прийти к более устойчивому развитию энергетического сектора? Какие новейшие технологии могут в этом помочь? Как воспитать более ответственные отношения у людей к энергопотреблению? И, наконец, где взять энергию каждому жителю планеты? На последний вопрос члены эко-гастрономического движения Slow Food отвечают уже третий десяток – через питание, неспешное, осознанное и здоровое. Slow Food возник в Италии в качестве ответа на быстро набиравшие обороты культ фастфуда и ускоряющийся темп жизни в 1989 году. Но философия движения намного глубже. Я всегда на Slow Food смотрю шире именно с точки зрения сохранения биоразнообразия. Экология – это очень хрупкая вещь. Исчезновение одного вида обязательно приведёт к исчезновению другого вида. И поэтому Slow Food – одно из направлений – это развитие экологического туризма, потому что экологический туризм тоже приносит свой вклад в сохранение биоразнообразия. И, конечно, потом уже сохранение вот этих продуктов питания, которые исчезают, сохранение рецептов. В настоящее время движение охватывает более 150 стран мира и насчитывает 100 тысяч последователей. С 2008 года открылись филиалы организации в Казахстане. Алма-Аты, Акмолинский регион, Актау, Шимкент, а также молодёжное крыло Астаны активно выступают за устойчивое фермерство, сохранение лучших традиций казахского животноводства с учётом современных условий, увеличение отечественного производства, сохранение и восстановление рецептов национальной кухни. Неотъемлемой частью культуры кочевников является употребление саумала, что в переводе с казахского означает «парное кобылье молоко», целебные свойства которого знакомы далеко за пределами нашей страны. Когда ещё в 50-х годах строились дороги, один немец, который был в плену, заболел тяжёлой формой туберкулёзы, его из лагерей выгнали. Его нашли наши казахские чабаны и выходили его именно кобыльным молоком. Он открыл кобылье хозяйство и передал уже всё это фермерство своему зятю Гансу Сольману. Со временем Ганс Сольман внедрил технологию сублимации именно в кобылье молоко. Он понял, что кобылье молоко очень быстро теряет свои полезные свойства, и это была практически единственная технология, что можно было сделать, чтобы сохранить полезные свойства и увеличить срок годности именно данного продукта. К сведению, процесс сублимации представляет собой заморозку продукта с последующей сушкой. Таким образом, из 200 литров свежего парного молока на прилавок магазинов отправляется только 19 килограммов, что составляет менее 10%. Отдельного внимания заслуживает порода лошадей. Казахский Аджибе – идеальный вариант для получения саумала, благодаря своей выносливости в условиях резкоконтинентального климата Казахстана. Однако в нашей стране особую ценность представляет не только порода, но и само животное. Недаром лошадь издревле считается самым чистым и благородным животным, символом духа, здоровья и силы. Данный продукт является лидером по количеству витамина С. Витамин С показывает сопротивление вирусам, бактериям и так далее. В данном продукте нашли порядка 40 разных витаминов А1, В1. Данный продукт имеет весь набор аминокислот, и у него идеальное соотношение кальция-фосфора 2 к 1. То есть в формировании скелета человека, в укреплении скелета человека. Также хочу сказать, что на протяжении всей истории нашего народа мы пили кобылье молоко, мы знали, что это такое. И сами казахи имеют определенную генетическую память данному продукту. И тем самым, выпивая стакан молока кобыльева, наш организм легче его усваивает. Таких традиционных продуктов в Казахстане очень много. И очень важно, чтобы на молодом поколении передача культуры, обычаев и традиций казахского народа не замкнулась. Эту цель преследует слоу-фуд только в международном масштабе. В своем проекте «Ковчег вкуса» движение собирает оригинальные гастрономические ценности народов всего мира. К сведению, на сегодняшний день номинированы на почетное место в «Ковчеге вкуса» Коспа, Жент, Талкан, Курт, Каракуль, Яблоня Северса и другое. Подробнее о проекте рассказала представитель молодежного движения «Слоу-фуд» в Казахстане Аида Баймакова. «Ковчег вкуса» направлен на то, чтобы сохранять все исчезающие рецепты и семена растений, рецепты блюд, рецепты традиционной кухни. И также в том числе «Ковчег вкуса» объединяет породы животных исчезающих, которые раньше, может быть, были в регионе хорошо адаптированные, популярные в сельском хозяйстве, животноводстве, но, к сожалению, сейчас не так востребованы. Самый яркий пример – это аматинское яблокоапорт. Любой продукт, который, как вы помните, может быть, в детстве был такой продукт, мы его часто ели, а сейчас его нет. Или он есть, но вкус не тот, качество не то. Это вот как раз-таки те потерянные рецепты приготовления. Своими гастрономическими достоинствами раз в два года производители и фермеры со всего мира делятся на самом важном событии организации Slow Food в международном форуме Террамадры. Здесь обсуждаются такие важные вопросы, как проблемы пищевых отходов, голода, сельскохозяйственной политики, управление ресурсами и условий труда в пищевой промышленности. В 2015 году на всемирной выставке «Экспо» с темой «Накормим планету» в Милане Slow Food представил свои варианты решения проблемы по продовольственной безопасности и представили послания молодых фермеров и производителей. Сегодня во всем мире на пике популярности компании-акселераторы, функции которых заключаются в менторстве, обучении, экспертной поддержке и поиске инвесторов для стартапов. Чтобы найти многообещающие проекты, бизнес-акселераторы периодически проводят различные конкурсы, где отбирают лучших из лучших. При этом, как правило, география подобного сотрудничества не ограничивает со стороной размещение головного офиса-акселератора, а имеет международные масштабы. О том, в какой сектор сегодня вливается большинство инвестиций, нам рассказал ментор одного из бизнес-акселераторов Амстердама. Я изучил инвестпотоки за последний период, куда направляются средства. Если взять в глобальном масштабе, то будет очень интересно узнать, что две трети всех инвестированных в энергосектор денег за последний год были направлены на проекты возобновляемой энергетики. Две трети — это подавляющее большинство. Если же посмотреть, в какую страну инвестируются эти деньги, некоторые могут ожидать, что, к примеру, деньги идут в Германию, так как они довольно активны в этом направлении. Если речь идет о солнечной энергии, то это Китай, который инвестировал 30% всех инвестированных средств в солнечную энергетику. В ветряной энергетике доля еще больше, она достигает 50% от всего инвестпотока 2015 года. Китай — лидер по инвестированию и наращиванию чистой энергетической мощности. К сведению, на сегодняшний день Китай является самым большим потребителем энергии в мире, в связи с чем Китай стремится добиться генерирования 15% энергии от возобновляемых источников уже к 2020 году. Однако к этому же времени предполагается, что более 60% всей энергетики страны по-прежнему будет производиться за счет угля. Поэтому в данный момент страна всеми силами стремится увеличить долю чистой энергетики в основном за счет солнечной и ветряной видов энергии, что и предполагает рост объема инвестиций в данный сектор. Отсюда и необходимость в менторах, или, как их еще называют в бизнес-среде, ангелохранителях для неокрепших стартапов, которые знают, как заставить бизнес процветать. Успех компаний в энергетическом секторе не сильно отличается от других стартапов. Думаю, что в действительности существует только два-три условия для успеха компании. Первая – хорошая команда, которая состоит не только из работников технических специальностей, но и тех, которые отработают коммерческую составляющую проекта. Поэтому команда очень важна. Второе – это тщательное изучение спроса. Необходимо убедиться, что заинтересованность у потребителей есть. Не руководствоваться ощущениями и домыслами. И, наконец, продукт должен быть инновационным. Он должен менять жизнь людей. По словам мистера Бишопа, такие проекты он надеется увидеть на предстоящей выставке «Экспо», которая меняет впечатление о Казахстане на Западе, как о стране с сугубо традиционными источниками энергии. Восстание состоялся 11-й инновационный конгресс, в котором приняли участие отечественные и международные эксперты, государственные деятели, представители национальных холдингов и институтов развития. В этом году конгресс посвящен инновациям в энергетическом секторе, новых материалах, информационных и коммуникационных технологиях, глубокой переработке в агропромышленном комплексе. Особое внимание было уделено вопросу коммерциализации и поддержке начинающих бизнес-проектов. Хотел бы отметить, что за последние 6-7 лет выдано государством достаточно большое количество инновационных грантов, но коммерциализированы буквально единицы. Отсутствие необходимых элементов в системе коммерциализации – это так называемые инкубаторы, венчурные фонды, офисы коммерциализации. В этой связи усилия по развитию системы коммерциализации будут направлены именно на стимулирование частных бизнес-инкубаторов, создание стартап-команд, продвижение и сопровождение проектов. В ходе конгресса было презентовано 26 инновационных проектов, среди которых есть проекты и по альтернативной энергетике. Эффективный генератор ветровой энергии разработали в Казнии энергетики имени академика Чокина. Преимуществом такого ветряка является его ориентированность на хаотичные потоки ветра. В нашей ветровстановке используются три силы для генерации электричества. Первое – это непосредственно сам удар ветра о лопасти, который закручивает генератор. Потом у нас в концентраторе образуется вихревое движение воздуха, которое также создаёт тягу для генератора, и естественный поток в замкнутом областе, то есть воздух поднимается вверх при естественных условиях. За счёт этого у нас максимальный эффект для генерации электричества. На следующей стадии развития проекта молодые учёные планируют удешевить установку за счёт собственного производства деталей, что позволит сократить стоимость продукта до 40%. Идея строительства завода уже сейчас вызывает интерес со стороны инвесторов. Ещё один представленный проект на инновационном конгрессе касается почвенного орошения, за счёт чего удаётся достигнуть энергоэффективных результатов, нам рассказал Жан-Булат Байкулов, представитель инновационного проекта. Наша компания занимается изготовлением вот таких вот замечательных инновационных трубок почвенного капельного орошения. Они изготовлены на 70% из отходов, изношенных автошин. Мы получаем из него порошок, по инновационной немецкой технологии активируем его, он превращается в муку, можем говорить, такую резиновую, и потом по новейшей технологии экструдируем вот такой вот продукт. На этом стенде вы видите, в принципе, здесь функционал уже показан, что применяя систему управления, можно добиться автоматизированного орошения. Шланги долговечные, все свойства резины и изношенных шин, в принципе, они перенимают на себя, долго лежат в земле, не гниют, не замерзают, не рвутся. Но мы считаем, что это хорошее решение и идет снижение техногенных отходов, и в то же время идет инновационный продукт. Растения оборачивают таким шлангом и устанавливается датчик, который фиксирует состояние влажности. При этом вода расходуется экономно, так как нет необходимости поливать растения сверху. Влага поступает непосредственно в корневую систему. Автоматизированный контроль орошения также делает систему популярной среди агрария в Казахстане, в основном южных регионах, при выращивании плодоовочных культур. Есть у проекта и другие преимущества. С помощью нашего шланга также можно 4 функции делать. Собственно, орошение. Второе, если вы в жидкости разведете водорастворимое удобрение, его тоже можно подать с помощью этого шланга. Если у вас почва уплотнилась, нужно прорыхлить, вам не нужно ничего рыхлить, вы просто через компрессор, через специальное устройство загоняете в воздух и тем самым аэрируете почву. И четвертая функция, это уникальная функция, есть только у нашего шланга. В случае, если слишком много влаги в почве, применяя специальное оборудование, вы можете забрать излишнюю влагу из почвы. Таким образом, речь идет вообще о комплексном подходе в орошении почв, и не только почвы, но и искусственных грунтов. Из всех представленных стартапов были отмечены самые перспективные проекты, с которыми Национальное агентство по технологическому развитию подписало соглашения и меморандумы о сотрудничестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова